Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. Интерпол объявил в розыск бывшего депутата ДПМ Константина Ботнаря, а прокуратура по борьбе с оргпреступностью выдвинула против него обвинения. В связи с этим депутат Паса Лайба написал на своей странице Facebook, что не может дождаться, когда все беглецы вернутся в Молдову, сообщает Стери МД. Прошло три года. Что-то очень изменилось во взгляде Ботнаря. Тяжело прожить три года обычным человеком в страхе, зная, что плаха тебя не защитит. Никто не может защитить вас. Трудно жить, прекрасно осознавая, что ты сделал, сколько жизней загубил, сколько преступлений ты координировал. Прожить три года с ощущением, что тебе, возможно, придется ответить хотя бы за часть того, что ты совершил. Мне не терпится увидеть, что осталось от никак-то ужасного плахотнюка, которого боялась вся страна. Расплата грядет. Тяжелее, чем хотелось бы, но это идет. Я говорил об этом, когда вы еще были у власти, когда все еще боялись вас. Я говорил об этом в первые два месяца моего мандата депутата. Ни один из вас не избежит наказания, написал он. 15 января он обратился к правоохранительным органам Молдовы с просьбой разрешить создать следственную комиссию для проведения расследования в Британии, передает ребляками ДМД. Я Константин Ботнарь, бывший депутат парламента Молдовы в двух законодательных собраниях, генсекретарь ДПМ. В 19-м я эмигрировал с семьей в Великобританию, где до сих пор живу и работаю в частной компании. Три недели назад я узнал из прессы Молдовы, что нахожусь в розыске, и я был этому очень удивлен, говорит Ботнарь в видеообращении. Бывший генсек ДПМ подчеркивает, что он никогда не привлекался к уголовной ответственности, а уголовное дело, возбужденное на его имя и его розыск Интерполом, были спланированы правительством. Я покинул Молдову без ограничений на выезд. Меня никогда не привлекали к уголовной ответственности. Мои адвокаты подготовили запрос в Генпрокуратуру Молдовы о создании следственной комиссии для проведения расследования здесь, в Великобритании. Я открыт для сотрудничества со следствием и не скрываюсь. Я считаю, что все, что происходит со мной сегодня неправильно. Это подстроено моими бывшими политическими оппонентами, которые сегодня находятся у власти, говорит Ботнарь. Он является фигурантом уголовного расследования прокуратуры PCC OCS по делу о превышении полномочий и подстрекательстве к фальсификации публичных документов, совершенном в июне 19-го в отношении бывшего директора агентства Госуслуг. Как сообщалось ранее, Ботнарь заявил, что обратился в прокуратуру, чтобы провести расследование в Великобритании, где он сейчас находится с семьей. Бывший политик был внесен в базу данных международной организации Интерпол для установления местонахождения по запросу кишиневских властей. Константин считается приближенным к бывшему лидеру ДПМ Плохотнику. За ним также закрепилось прозвище Барсетка. Прокуратура по особым делам уточняет, что Ботнарь был вызван в суд на заседание по ходатайству об его аресте передает НОКТАМД. Константин был вызван для участия в судебном заседании по ходатайству об аресте, однако он попросил перенести заседание, чтобы он мог поприсутствовать лично. В связи с этим его адвокаты подали ходатайство, которое были приняты судом в целях обеспечения его прав. В понедельник, 17 января, по его просьбе, состоится отложенное заседание, говорится в пресс-релизе прокуратуры. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok